Добрый день, программа Урбан, у микрофона Ольга Балезина, мой сведущий Владимир Сметанин. Добрый день, приветствуем вас и сразу же переходим к представлению наших гостей. Сегодня очень важный повод у нас и надеемся, что эта передача будет крайне интересной для вас, наши слушатели, потому что так или иначе мы к ней все относимся и всем нам очень интересно и очень хочется жить в красивом, удобном, комфортном городе. Этому, собственно, и посвящена каждая программа Урбан, как изначально и повелось. Итак, наши гости. Наши гости сегодня по случаю сферы дизайна в Киров приехал архитектор, руководитель мастерской архстрой дизайна и профессор Международной академии архитектуры Алексей Иванов. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Директор по маркетингу группы компании «Железно» Дмитрий Павлов у нас сегодня в гостях. Добрый день, коллеги. И руководитель отделения фонда «Городские проекты» в Кирове Роман Боков. Добрый день. Добрый день. Должны предупредить сразу слушателей, что мы выходим в записи. Программа и выставка сферы дизайна 2021 проходит с 17 по 21 февраля. Мы чуть позже в эфир. Ну и надо напомнить, что больше 10 лет уже сфера дизайна проходит в нашем городе, и традиционно она собирает профессионалов сферы. Это архитекторы, дизайнеры, застройщики, продавцы, покупатели жилья, так или иначе. То есть это огромный пласт, огромное количество категорий людей, которым интересно это мероприятие. Наш гость Алексей Александрович Иванов, он в составе жюри. Вы руководите жюри, да, сферы дизайна? Нет, не руководим. Просто в составе, да? Только в составе, да. Вы достаточно известный российский специалист. Я думаю, что любой без труда может найти в интернете список тех объектов, над которыми вы трудились. Мы тоже посмотрели, да, с Ольгой. Собственно, для вас, как для профессионала, чем интересно вот это мероприятие, которое проходит в Кирове? Какие вы любопытные стороны видите? И что бы хотелось отметить? Ну, во-первых, спасибо за тёплые слова. Мы не очень избалованы. А по поводу сферы дизайна, можно сказать лишь то, что сегодня для творческой молодёжи, в основном всё-таки молодёжь участвует в этом конкурсе, а это прежде всего конкурс, а не только пока своих работ, очень важна возможность себя выразить. И сегодня дизайн интерьера даёт в большей степени эту возможность, нежели архитектура объёмов или, тем более, генпланирование. Поэтому, при том, что, в общем-то, среди нас немножко снобистки считается, что дизайн интерьера, это, как сказал мой товарищ архитектор, приводит на памперс, а потому что, почему так? Говорит, это сменное всё. Это приходящее. Да, это сменное. А так или иначе, интерьер через какое-то время, хорошо это или плохо, меняется в зависимости от собственников этого помещения и назначения, и так далее. С объёмами это сложнее сделать. Но именно поэтому это даёт возможность экспериментировать и делать то, что мы не любим, это слово, модным, но, тем не менее, попытаться быть модным. Или, наоборот, не быть модным, что тоже, может быть, даже ещё и более интересно. А давайте расскажем, что модно сейчас. Это скандинавский какой-то дизайн или что? Хотя бы в основных каких-то чертах. О чём мечтать кировчанам? Я понимаю, что мы сейчас можем ящик пандуры открыть и бесконечно об этом начать говорить. Это удивительное счастье знать действительно, что сегодня носят. Мы только угадываем. Сколько-то лет назад, когда я первый раз оказался на арт-колоне, я был с одним очень интересным московским художником, который работал в Дании. И то, что он делал, художник, человек, который свою душу отдаёт, выражает себя, он бегал по этим огромным павильонам, выискивая то, что сейчас хорошо продаётся. Чтобы абсолютно цинично потом это повторять и так же хорошо продавать. Чтобы зарабатывать. Да, да. Но я надеюсь очень, что это не главная часть нашей профессии. Нас так во всех институтах, и в Мархии, и в Питерских, и в Нижегородских всё-таки учат некому подвижничеству. Поэтому, вот возвращаясь к вашему вопросу, вот эта возможность работать в интерьере, что-то сделать, зная, что уж такой ответственности, в случае чего через 5-7 лет, перекрасят, переставят, перекупят, продадут. Вот, искать себя. И тем более, в общем-то, с интерьеров, так или иначе, все архитекторы начинают. И сегодня все наши большие, известные, хорошие имена, которые в журналах, в интернете, и вот кто действительно наши такие, ну, модное слово фронтлайнеры, они, тем не менее, в своём милом прошлом, все так или иначе переделывали гум, переделывали музейные экспозиции, что тоже часть, причём тоже, кстати, очень интересная, нашей работы. И вообще, заканчивая свой такой-то монолог, скажу, что на самом-то деле для архитектора самое большое счастье, и то, на что мы смотрим и молимся ура, это у всех была возможность, разумеется, не только делать свои дома, не только их создавать интерьеры, но вешать свои картины, класть свои ковры, которые по их дизайну делают. И вот это получение своего продукта полностью, это, конечно, максимальное счастье, которое может быть. Интересно, Кирилл. Да, можно ещё задам такой философский вопрос? Очень хочется послушать. Вы всё-таки в профессии с 80-х годов, да, прошлого века? Да, я в 85-м закончил. Да, то есть практически 40 лет уже, да? Вы застали многие эпохи, ну, солидный срок уже прошёл с той поры, как вы стали профессионалом, да, получили соответствующую специальность, в эти 90-е, менялись подходы, виденье и так далее. Вот нынешняя эпоха, интересно вообще вам? Вам интересно наблюдать за тем, в каком направлении развиваются современные авторы, как вы оцениваете их перспективы и вообще в целом данное направление? Интересно сейчас? Ну, вы затронули один из самых для меня важных вопросов, к счастью или не к счастью для вас, потому что это долгая тема. Я только что выпустил эту статью на эту тему, и начну, с вашего позволения, чуть дальше. Несколько дней назад я прочитал интервью нашего главного архитектора, главное в кавычках, потому что до сих пор считаю я очень некорректным названием человека, который занимает абсолютно административную должность и неизбираем. Сергей Кузнецов... Поверьте, у нас в Кирове тоже подобные разговоры немало. Да, я считаю, должна быть выборной архитекторой, может быть, Народного фронта. Ну, в общем, она должна нести некую публичность, и хоть оплачивается государство, но быть независимым. Вот это двухвластие, это единственное двухвластие, которое, я считаю, уместно. Иначе, иначе, к сожалению, вот и Роман, наверное, согласится со мной, вряд ли мы можем гордиться нашей средой, по крайней мере, в полной мере, как бы мы хотели, той, которая создается, и не сопереживать тем утратам, которые происходят у нас в исторических центрах. Но интересно хотя бы работать сейчас на нынешней эпохе. Теперь про эпоху я вам скажу. Иначе нашего лидера, он сказал, что мы точно не будем, и дальше идёт один бриллиант за другим. Хорошо, что нет точки. Мы точно не будем повторять, да, архитектуру ретро-стиля, что было для нас, конечно, безумная новость, потому что я первый раз узнал, что в истории архитектуры появился ретро-стиль. Ретро-стиль, и создавать что-то такое, а может быть, не дословно, объекты в эстетике эпохи застоя или царизма. Хоть стой, хоть падай, обычно говорят. Да, мы теперь другие, мы живём в другой эстетике. Это переходит к вашему вопросу. Я не верю, что существует некая новая эстетика только из-за того, что мы получили айфоны, а до этого у нас были дисковые телефоны. Да, я не уверен, что эстетика каким-то образом изменилась даже не за 40, а за 100 лет, кажется мне. Мне кажется, уж если у кого изменялась эстетика, так это у людей, рождённых в 900-е годы, и на своей жизни увидевших конку и полёт в космос, увидевших там подготовку Мосина и разбомбленную Хиросиму, вот уж где совершенно крутейшие были изменения. А я за эти 40 лет только заметил прогресс между телевизором 30 диагонали и там 70 или сколько, из чёрно-белого цвета. Ну, это моя точка зрения, поэтому... Ну, причём, между прочим, если уж так, если вы помните у Толстого «Войне и мир» он был достаточно корректен и никаких оценок не давал своих героям, кроме Бергов. Если помните, старшая сестра вышла замуж за Берга, и вот они зажили жизнью. И там идёт очень фраза, опять наизусть не скажу, но он сказал, как у всех людей среднего развития, Берги считали, что они и их время отличное от предыдущего. Достаточно. Я не считаю, что наше время отличное от предыдущего, а по тем ошибкам, которые мы, как архитекторы и градостроители, совершаем, мы абсолютно соответствуем всем своим предшественникам. Ой, вот про ошибки, конечно, всегда это самое больное. Но я хотела, знаете, про что спросить? Вот про эту мысль. Вопрос, наверное, ко всем надо поразмышлять. Правильно ли двигаться вообще хоть в чём-нибудь, и в частности в городской среде, руководствуясь принципом, мы не будем делать так, как там делал кто-то там. То есть не задаваться мыслью, мы сделаем так-то, в таком духе, чтобы было людям чувствовать себя каким-то образом. А просто так, как было, оно нам не нравится, и мы с этим дело точно иметь не будем. И, я не знаю, там не возьмём, мы оттуда какие-то хорошие черты, допустим, да, то, что нам нравится. Посмотрим на архитектуру прямых чистых линий и на домик, который Витгенштейн спроектировал там для своей сестры в Вене. Серый такой бункер, который считался когда-то там очень прогрессивным домом. И больше не будем так делать, потому что мы сейчас в этом во всём живём, и нам это не очень нравится. Как нужно размышлять здесь? Кому конкретно? Кто? А вот, ну, давайте. Дмитрий Павлов, директор по марте. Я считаю, что всем есть что сказать. Да, я уверен. Я начну, коллеги меня поддержат. Вот здесь приходит сразу на память такая фраза интересная. Мы же, строя новые дома, кварталы, микрорайоны, города, мы приглашаем людей жить, да, здесь. И приглашая гостей, мы не должны им говорить, чего у нас вот в холодильнике нет, когда мы гостей приглашаем. Мы должны говорить, чем мы их будем угощать. И, соответственно, точно так же, когда мы планируем какую-то среду, или планируем новый облик архитектурных городов, мы должны говорить о том, что там будет. И о том, что мы сохраним, какое наследие мы оставим, как бережно мы сохраним все то, что лучшее, что было до нас, как мы сможем его приумножить. И, соответственно, мы же всегда формируем какое-то эстетическое восприятие. И каждый новый шаг должен обогащать эту культуру. И даже вот мероприятия, сфера дизайна, и вообще, в принципе, размышления и работа, которую делает и руководит Алексей Александрович, каждый дизайнер, который сейчас, или архитектор, который работает над проектом, они, ну, уверен, что очень широко смотрят на свою работу. Потому что кто-то вот, да, вот говорит, как вот сейчас Алексей рассказал, кто-то смотрит на интерьеры, например, как нечто очень такое временное и приходящее. Но, тем не менее, как правильно сказали, вот сейчас здесь за столом, что каждый, кто приезжает в новую квартиру, да, хочет что-то там привнести, у него есть свое какое-то эстетическое восприятие, но очень важно его формировать. И когда наши коллеги, дизайнеры или архитекторы, они работают, перед ним стоит очень большая задача. И вот основываясь на этой задаче, мы уже смотрим и соединяем здесь воедино прошлое, будущее и настоящее. И вот, например, Алексей Александрович, он сделал очень, мне кажется, большой вклад в вот эту самую эстетику, городскую эстетику Кирова и других городов, Ульяновск, Ижевск, которым мы уже как девелопер развиваем эти проекты. Ну, надо пояснить, что группа компании «Железно» уже давно сотрудничает с Алексеем Александровичем. Да, и мы с радостью и благодарностью, конечно же, вот такому сотрудничеству воплощаем эти проекты, которые, по нашему мнению, они как раз реализуют вот эту идею. То есть сохранить что-то из наследия, например, вот этот классический, ну, можно назвать его европейским, возможно, каким-то классическим европейским стилем. И вообще, в принципе, классика, да, мы же классику любим не из-за того, что она, ну, не знаю, вызывает у нас какую-то ностальгию, а классику мы любим даже вот в таком новом прочтении, потому что в ней есть что-то совершенное. Да, к ней не придраться. К ней не придраться, в ней есть что-то совершенное. И взгляд профессионалов позволяет как раз вот это совершенное интегрировать в современный контекст. И вот это, мне кажется, главное достижение. Я на 100% подписываюсь под каждым словом, вот что сказал Алексей, по поводу того, что новой эстетики, ну, наверное, нет новой эстетики. Мы также остались людьми, у нас есть какие-то общечеловеческие ценности. И те произведения искусства, которые нас вдохновляют, которые откликаются в душе, мы заходим в галереи и наслаждаемся. И эта эстетика, которая была, не знаю, тысячи лет назад, да, мы восхищаемся архитектурой античной, или те картины, которые мы видим в галереях, которые написаны сотни лет назад, они до сих пор вызывают отклик в нашей душе. Соответственно, это нужно сохранить и приумножить. И задача прикладная, мы же бизнесмены, мы не коллекционеры искусства, наша задача интегрировать вот эту красоту в жизнь, в нашу среду. Таким образом, сохранив и приумножив наследие, и формировать некий эстетический канву какую-то эстетическую, восприятие, спрос на вот такой красивый облик города будущего. Так, кто следующий на очереди? Давайте Роману дадим слово. Я могу сказать, только напомни, что, собственно, у нас предмет-то в высказании. Ну, отстраиваемся ли мы от прошлого, или мы его вплетаем в будущее, наверное, так, во всем, в городе, там, в среде, в архитектуре. В городе, в среде, в архитектуре. Вообще нужно, мне кажется, отталкиваться от людей, и у каждого человека будет различное суждение по этому поводу. Но с точки зрения... Это самое сложное. Да, с точки зрения профессионала, возможно, нужно отталкиваться от хорошего опыта и исключать опыт плохой. И, собственно... А кто оценки ставит хороший и плохой? А судьи кто? А судьи кто? Ну, судьи всегда это логичное исследование, которое нужно изучать. И по многочисленным исследованиям, например, если мы будем уже конкретно переходить к нашему городу и к застройке нашего города, к чему я хотел бы сразу перейти. В любом городе логична квартальная застройка, а никакая ни микрорайонная, ни точечная застройка, хотя точечная хорошо попадает в центр и иногда адекватно вписывается в центр. Но именно квартальная, где появляется бизнес, где нет огромных высоких строений, которые формируют вокруг себя пустые площади, которые заполняются потом автомобильными, жильцов этих башен. И вот те кварталы, которые появляются, благодаря компании «Железно», тут от меня будет комплимент, благодаря компании «Железно» вот эти кварталы, в которых можно существовать, жить, и доступный бизнес, который приезжает на первые этажи и органично вписывается в эти строения. И когда люди понимают, что им комфортно существовать в этой среде, когда они приезжают в эти кварталы, и им там приятнее жить, и как бы это получается такой город в городе, в который ты приезжаешь и существуешь полноценно, получая всю инфраструктуру. С точки зрения сравнения с другими проектами, которые существуют, они начинают выстраивать большие башни, парковки, пустыри появляются, и только потом, уже когда-то через несколько лет, непонятно, как приходит бизнес, и бизнесу очень сложно приходить на пустыри. Вот такая у меня мысль есть, и я бы хотел сказать, в частности, про наш город, ну а если вот исходить про тот вопрос, говорить, да, я думаю, что нужно обязательно учитывать хороший опыт и не учитывать плохой. Всё, это схема, которая работает в любом направлении. Ну, я услышала мысль, что главное комфорт, чтобы там нравилось, да. Мы уже когда-то говорили о том, что человеку важно сейчас не только то, что внутри его дома, не то, что находится вот в рамках стен и двери входной в квартиру, но и то, что происходит вокруг. Это, наверное, вот мы с Владимиром до эфира говорили, он задавался вопросом, почему мы строим не дома, а жилые комплексы, да. Вот это вот, это, наверное, какое-то сейчас будущее направление. Ну да, важно же взаимодействовать со средой, которая находится возле твоего дома, если нет возможности взаимодействовать. Как взаимодействовать с парковкой? Непонятно. Вот у меня на парковке прекрасно молодые люди находят, как взаимодействовать, вечеринка в багажнике. А давайте, Дмитрия Павлова, попросим пояснить вот разницу между обычным домом, мы строим дом или мы строим жилой комплекс. Ну, я, насколько понимаю, хоть я не профессионал, то есть комплекс подразумевает какое-то вот как раз-таки комплексное решение, да. Семьи с детьми, тут же площадки, магазинчики какие-то, сферы социальных услуг и так далее. Да. В правильном направлении, да, я размышляю? Все верно, на самом деле, все верно. Я начну. Алексей Александрович меня дополнит. Значит, подход, наверное, отточенный годами и основанный на болях, болях современной урбанистики, болях современной среды, в которой мы с вами живем, и хотим ее изменить, как раз заключается в формировании вот такого полностью продуманного пространства, которое будет экологично, которое будет соразмерно человеческим масштабом. Это значит, что в центре этой любой идеи, любого проектирования, вот как Роман правильно заметил, прям на 100% поддерживаю, должен быть человек. Человек и его сценарий жизни. И вот этот образ будущей жизни, он как раз должен быть максимально, ну, экологичным, максимально гармоничным. А это значит, что такое? Мы должны думать о самом главном и ценном ресурсе. Ресурс — это, например, время. — Да, и там наши нервы. Вот. Соответственно, дом, где мы живем, в идеале, да, вот я, например, вижу себе такую картинку. Комплекс должен застраивать... То есть так, место жительства, оно должно быть расположено неподалеку от места работы. В идеале, если мы даем возможность, а мы именно так и работаем, обеспечить возможность торгово-сервисную среду сформировать таким образом, чтобы люди все могли купить непосредственно у себя поблизости. — Не выезжая, не создавая дополнительных заторов. — Да, просто выходя из дома. — Чувствовать себя комфортно, психологически и так далее. — Соответственно, повышая вот эту долю коммерческой недвижимости, такой, ну, качественной, продуманной, экологичной, коммерческой недвижимости, где есть все необходимое. — Но она задана должна быть по функционалу сразу, да, изначально. — Конечно, конечно. — Вы можете такое позволить себе? — Мы формируем концепцию. То есть на самом старте мы формируем концепцию этой среды, где как раз есть зона рекреационная, зона жилая, зона для, не знаю там, образования и других социальных, всех социальных институтов, которые необходимы для качественной, полноценной жизни. — Чтобы не 15 гастрономов. — Да, да, все верно. И вот этот вот баланс как раз помогает формировать нам архитекторы, значит, и формировать его на самом высшем уровне, учитывая наш опыт, опыт европейский, и именно поэтому мы привлекаем экспертов международного уровня. И нам важно, чтобы, так вот, образ, мы говорили о сценарии жизни, именно комплексный подход, то есть архитекторы сейчас должны продумать на многие годы и десятилетия вперед, вот, цикл жизни этого комплекса, как он будет развиваться. Чтобы предусмотреть там необходимую долю коммерческих помещений, какие будут потребности в парковках, значит, как обеспечить маршруты таким образом, чтобы, вот как знак, да, построен наш жилой комплекс в Кирове, в Ижевске, и вот скоро будет старт в Ульяновске, наш флагманский проект. Таким образом, чтобы дети не переходили улицу, там, какие-то вот крупные магистрали и могли прийти в детский сад, в школу, то есть безопасность, чтобы они были эстетически совершенны, вот, и там все, как раз вот, вот, все вот эти вот очень сложные элементы собирают современные архитекторы. И вот Алексей Александрович сейчас как раз нам помогает вот решать вот эту сложную задачу такого комплексного подхода. И здесь, на самом деле, работа очень большого количества людей. И здесь и бизнес, который должен там развиваться, здесь и люди, которые там живут и платят. И вот, кстати, хороший вопрос, критерий, да, а судьи кто? Судьи — это те люди, которые платят за это, которые покупают и коммерческую недвижимость, которые покупают эти квартиры и хотят жить. И таким образом, мы, формируя спрос, формируем вот эту среду в дальнейшем. А можно, Толик, усомнение небольшое внести все-таки? Мне хочется развернуть немножко с другой стороны и немножко усомниться, ну, хотя бы так вот усилие приложить. Пошатать концепцию, как говорят наши коллеги. что тем самым вы создаете такое замкнутое пространство, некое идеальное тепличное условие для современного человека, и человек отгородится от всего остального мира? Да, в пузыре, в таком безопасном. Люди перестанут целостно представлять свой город, они перестанут по нему гулять, не знаю, достопримечательные разглядывать. Вот они живут в этом своем мире, и все. А мы думаем, что, скажем так... То есть это такой конгломерат, да, вот отдельно... Это не очень... Мы не думаем, что это вообще плохо. Не, я же не говорю, что это плохо. Да, 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 да. То есть есть, скажем так, есть различные... Просто мировоззренческий сдвиг некий совершится, да, у человека. Да, существуют такие центры, культурные, торговые, не знаю, транспортные, в рамках мегаполиса, или, ну там, агломерация, назовем это, да, вот. А сценарий жизни повседневный, он должен реализовываться, вот буквально в шаговой доступности. Таким образом, у людей есть достаточно времени для саморазвития, для отдыха, для работы, для качественной, какой-то созидательной, творческой деятельности. Вот. И таким образом, все должно быть рядом. И вот этот вот пузырь, он действительно должен быть как пузырь. То есть я дома себя должен чувствовать в небольшой стае. То есть есть такое понятие, как стая людей. Да, это порядка, там, не знаю, 250 человек, которых я визуально помню. И я чувствую себя в них комфортно, потому что, ну, я их могу запомнить просто. И я, находясь в этой, как бы, такой человеческой стае, я себя комфортно чувствую, потому что я им доверяю, я могу с ними социально взаимодействовать. Они, я их всех помню в глаза, они присмотрят там за моим ребенком, я увижу их там ребенка, если что-то там, не знаю, там. Я к нему пойду за солью. Да, я к нему пойду за солью. Да, за спичками. Мы все вместе будем следить и знать, значит, кто это там у нас там качелю сломал, например. И все эти вопросы, они будут решаться очень быстро, а большинство проблем даже не возникнет. Рамон, что ты хочешь добавить? Ну, я хотел по этому же пути пойти, что в таких маленьких районах мы начинаем больше взаимодействовать с соседями, больше проводить время, больше организовать мероприятия. И можно легко сравнить, где большие многоэтажки, и люди редко видятся с соседями, редко взаимодействуют с ними. А, опять же, это будет комплимент железно, но они на уровне соцсетей, на уровне регулирования. «Мажор дом» у них есть такой проект, и они регулируют взаимодействие людей внутри дома и помогают им решать какие-то локальные проблемы. И в этом городе я общаюсь со многими жителями городов, со многими управляющими компаниями, и видно, как на порядок, на шаг уже давно впереди железно организовывает жизнь внутри дома. И там даже споры есть, политические какие-то внутри домовые решения, закрыть парковку, не закрыть, какую территорию, как использовать, почему жильцы хотят захватить территорию чужого дома. Зачем вы ставите забор? Там дети любят гулять. Например, про заборы они разговаривают, конечно. И вот это вот все помогает взаимодействовать внутри дома, и появляются сообщества, эти сообщества внутри дома взаимодействуют. И, конечно же, тут я закончу эту тему и про бизнес продолжу, что бизнес, он еще приводит огромную безопасность дому. Если в каждом доме есть бизнес на первом этаже, это значительно повышает безопасность, потому что бизнес следит за тем, чтобы никто не приходил, все открыто, у него даже камеры есть и так далее. Ну и, собственно, вот в таком снежном коме, который со временем скатывается, и существует вот это вот пространство. И мне кажется, это совсем не отдаляет людей от города, отвечая на тот вопрос. Потому что есть большой спектр услуг, которые мы получаем внутри этого пространства, и есть услуги, за которыми мы поедем в другое место. Все равно... Скребя сердцем. Помни о том, что там будет плохо, некрасиво. Собрав 13 рюкзаков. Не знаю, в театр ездим, в кино. В музеи. В парки и так далее. Все равно с городом хочет потенциально взаимодействовать каждый житель. Как ни крути, хочет бывать на центральных площадях, хочет там, тут погулять. Не знаю, в этом проблеме... Не вижу, в общем, проблем. Не вижу проблемы, да. Алексей Александрович, добавится? Или мы сейчас перерыв сделаем? Нет, перерывов делать не будем. Не будем. Я хотела, знаете, может быть, вот вернуться, кстати, к вопросу о том, интересно ли сейчас, с той точки зрения, что вот я размышляла как раз о теме, что мы можем говорить сегодня, о городе Друге. И вот есть город-сад, который уже там всем надоел, я не знаю, насколько он достижим и идеален, ну а о нем, по крайней мере, все время вспоминают. Вот город-друг. Сейчас там кит-френдли, вело-френдли, вся эта среда становится важна, и людям тоже хочется чувствовать, вот уже говорил ли, да, что себя в пузыре, в хорошем смысле защищенным. нынешнего ли времени вот эта вот потребность человека, или раньше все-таки думали мы о другом, и только сейчас мы вот приходим к тому, что нужно создавать для человека среду, не строить для него квадратные метры просто. И интересно ли этим заниматься теперь архитектором, и сложно ли это переключаться? Алексей Александрович, поближе к микрофону. Ну, мне кажется, все зачастую возвращается на круги своя, и здесь на его, он исторический подтекст этого всего. Ну, мне, по крайней мере, это окажется, потому что изначально люди жили какими-то небольшими группами, и человеку не надо абсолютно какое-то огромное пространство, чтобы удовлетворить свои амбиции, найти себя, реализовать себя. Ему достаточно вот этого небольшого красивого мира. Нет? Не согласны со мной? А как же кругозор. Ну, сложно здесь не согласиться ни с кем из присутствующих. Что-то настолько благостно, что я даже не знаю, я сейчас сижу, да, думаю, какую же найти эту логичку, Нет, мы сейчас потом Киров покритикуем, давайте. Такую нашу сладкую беседу перевести. Но понятно, что мы все говорим об одном и том же, что в центре стоит человек, как этого образца усказа. Его подребности, его желания. Как это звучит. Вот. За это все понятно. Дальше все истории разбиваются у каждой конкретной ситуации. Оказывается, что в каждой конкретной ситуации мы совершаем огромное количество ошибок, неудач, и только с огромным трудом вдруг что-то получается. И, конечно, и вы абсолютно правы. Как же? Всегда мы все хотели жить хорошо и комфортно, и вокруг этого вся история архитектуры разворачивалась. от фалансеров там в Риэ до сегодняшней кампании в Пересторонцах. Забавно, Сергей Шкуратов, наша абсолютная звезда, сказал тоже о своем недоумении и разочаровании. Он сделал замечательный закрытый район. То, о чем, Владимир, вы говорили, вот этот замкнутый мир в центре Москвы. И надеюсь, что... Я очень не люблю эти европейские сравнения, потому что не совсем понимаю, почему же так отстали. И тем не менее, их стремление было создать некую среду, про которую мы с вами говорим, когда человек живет, спускается, идет в кафе, и вот в этом замечательном комплексе получить вот этот закрытый мир. Не получилось. И мы получили в центре Москвы пустоту, которую все обходят, и она такая же закрытая, как и Кремль. Потому что 90% квартир в этом комплексе купили люди, которые и так живут в Париже, а это они купили на всякий случай. Там вместо 500 человек живет 50. Просто вложились в недвижимость. Да, вложили, и он стоит вот таким образом. И второй комплекс. И прошел один из авторов Остоженки реконструкции, Александр Скокон, тоже безусловный авторитет нашей профессии, с камерой. По своей Остоженке, которую он реконструировал, сделал, проекты, которые там чуть не 70-х годов, реконструкция, она пустая оказалась. Потому что застроенная... Вот эта джентрификация, которая происходит в столицах, вытеснение богатыми бедных, возврат опять богатых в центры городов, она во многом приводит к образованию пустот внутри городов. И поэтому, когда мы говорим о нынешнем проекте, который мы делаем, как Роман сказал, квартальный, тут я чуть-чуть поправлю. Квартал – это известная история. И это лишь единица измерения, так же, как и микрорайон. Это не система расселения, это единица расчета. 10 тысяч человек – это микрорайон, тысяч человек – ну, не тысяч, там, 10 – это квартал. И вот набор этих создавших явлений – это история. Так вот, мы все-таки с вами говорим о спальных районах. И, Владимир, здесь, к сожалению, ваши опасения нечетны. Не удастся нам создать идеальную среду, потому что, создав островок более-менее комфортной жизни здесь, мы, тем не менее, соприкасаемся с отвратительной дорогой по выйти на работу, с достаточно неорганизованной этим и так далее. В общем, ну да, это совокупность. Да, чтобы сделать нашу жизнь счастливой и хорошей, это такой комплекс усилий, условий должен быть. И нас всех, и, к сожалению, у нас у всех свои мысли, представления о жизни, и поэтому... Не только от архитекторов и застройщиков это все зависит. Да, 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 я говорю о человеке. Вот для меня огромная боль – это центр городов, потому что удивительным образом мы с вами создаем вот эти хорошие или плохие спальные районы, Причём ведь не обязательно жизнь комфортная в наших вот этих четырёх, пяти, восьмиэтажных квартальчиках, собранных вокруг парка или площади, она точно так же становится комфортной в башнях, которые стоят, например, на каком-то стилобате, внутри которого замечательные магазины, бары, рестораны. Я знаю в Москве такие примеры, замечательные люди так же общаются, так же спускаются, только среда иначе чуть-чуть организованная, чисто планировочная. Здесь дело, наверное, в умении, деньгах и освещении обстоятельств. Сейчас буквально одно слово скажу про центры, потому что это болезнь и боль. Я абсолютно чем дальше, тем больше убеждаюсь, что нам нужно освободить максимально исторические центры от присутствия там архитекторов и кого-то, и сохранить их только за реставраторами. Надо успеть спасти оставшиеся. Обновлять, поддерживать. Да, нас всех так или иначе тянет туда. Ну, удивительный образ застройщика, его тянет в центр, стать рядом с особнячком, но потом обязательно этот особнячок снести, чтобы поставить там какую-то 25-этажную штуку. Зачем тогда он туда идет? И вот это удивительное стремление к центру с одновременным стремлением к его уничтожению. Вот это бы, если говорить о той ложке в наше благостное, вот эту историю я бы все-таки остановил и сказал все, по-моему. Альдороссия обозначил город как коллективную память. И мне более-более-более емкого определения я, честно говоря, не вспомню сейчас. Поэтому из этого определения и все дальше вырастает. И то, что мы эту память сохраним и так далее. И весь пафос дальше становится понятным. Вот дегать это деньги все-таки, я не знаю, можно действительно долго размышлять о том, как должно быть. Можно быть даже проектировщиком генплана Кирова и мечтать о третьем мосте через Завятку, еще там о переносе вокзала, о том, чтобы снести стадион и восстановить там историческую площадь возле реки. Но понятно, что это все там будет мечтами, стратегическими направлениями, когда мы начнем говорить о том, что звенит или не звенит. И в этом плане тоже наверняка долго еще будем мы иметь отношение с историей человейников. Наверняка. При всем желании жить в каких-то удобных кварталах, где все есть, ну почти все, чтобы мы сами там в себе не замыкались. И мне кажется, это не только Кирова проблема. И каким-то образом надо находить баланс. Да, и возможно, не только Кирова. И возможно, да, Дмитрий, даже приходится застройщикам иметь большие проблемы с тем, что платежеспособный спрос, он самым благим желанием даже, который застройщик готов реализовать. Есть архитектор, который примет участие. Но деньги. 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 Ну, возможно, в какой-то степени они могут, в значительной степени, являться каким-то мерилом успешности той или иной концепции или той иной идеи. Потому что в конечном счете, ну, задача бизнеса — это развитие, вот, развитие, рост. И, соответственно, проекты, которые мы совместно с архитекторами строим, это должны быть коммерчески эффективные действия. Вот. И сами эти проекты, конечно, нельзя отрывать от экономики. Они должны быть успешными. Давайте проще, давайте уже ближе. Целевая аудитория. Да. Вот как насчет нее? Вот, целевая аудитория. А вот смотрите, ну, я попробую рассказать о целевой аудитории проектов «Железно». И, смотрите, вот несколько проектов в домашнем регионе компания реализует. Это и «Васильки», да, значит, это на прям совсем периферии. Значит, это «Елки-парк», тоже с очень комфортной средой, который, ну, совсем не похож ни на один другой проект. Это город за городом, там, «Метроград», вот. И как раз который является, ну, массовым продуктом. Вот. По большому-то счету массовым продуктом. И такие проекты, как «Метроград» или «Васильки», они показывают, ну, там есть же разные форматы. Даже в самих «Васильках» есть много квартирные дома, есть таунхаусы. Также показывают, что качественная среда и качественное жилье, они могут быть доступными. И если посмотреть, скажем так, на цены, по которым подрядчики, ну, строители, значит, застройщики, да, строители, застройщики совместно с подрядчиками формируют какую-то итоговую смету, которая выливается в цену. И сравнить просто на рынке видно, что качественная среда или качественное жилье, оно может быть в том числе и в эконом. В основе успеха такой компании, как «Икея», например, да, лежит же вот идея сделать дизайн доступным. То есть обычные вещи, которые окружают нас, они могут быть визуально более совершенны. Вообще, в принципе, например, концепция визуально совершенных вещей, да, она же лежит еще и там в «Эппл», который стал, ну, не является примером, там, супер доступный, но очень массовый, да, продукт. Недоступный, но дорогой, но очень массовый продукт. Но «Икея» нам говорит о том, на мировом масштабе, говорит нам, что обычные недорогие вещи, может быть, тоже очень качественными и эстетически, ну, какими-то интересными. Шкаф может быть не похожим на гроб, например. Да, 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 все верно. И, соответственно, про, вот, есть, мы сейчас поговорили про ценовые сегменты, скажем так, стандартные, да, есть «Комфорт», «Комфорт плюс», в котором мы реализуем наши флагманские проекты, такие как «Знак». И есть проекты нишевые, которые, ну, бизнес-класса, например, да, и вот не так давно был релиз и сдача проекта, автором которого тоже является Алексей Александрович Железнов-Володарского. И там, как раз в этом районе, это тихий центр, остались еще в городах русских в центре пустыри, которые можно преобразовать, которые можно улучшить, которые можно преобразовать, трансформировать, принести туда и историзм, и традиции, и эстетику. И один из таких проектов и его анонс ждет жителей Кирова, потому что мы уже начали анонсировать такой проект, локальный, нишевой, он небольшой. Какой длинный анонс, давайте уже. Да, да, это жилой комплекс «Роза Делюкс». Жилой комплекс, новый жилой комплекс «Роза Делюкс». «Роза Люксембург-23А». Владимир все знает, и мы знаем, где ты будешь жить. Все знает. Я изучал сайт группы компании «Железная». Даже я забыл адрес. Перед эфиром. Даже я забыл адрес. Супер. Да. Это, видимо, из-за того, что сердце, оно как-то по-особому лежит именно к историческим местностям в городе, и как-то вот эти все знакомые очень они места. И образ этого будущего проекта, наверняка вот Алексей Александрович, может, о нем расскажет, как автор этого проекта. Он как раз вот лежит в части эстетики, эстетики, в сфере историзма. Значит, и при этом это новый проект, который преобразует центр города. Вот вопрос как раз о том, что создавать спальные районы с нуля, это там почти что карт-бланш можно делать, все что угодно. Здесь пришлось вписывать в существующую среду. Здесь, наверное, были и плюсы от этой среды, да, и какие-то сложности. Вот об этом хотелось бы поговорить. Чего там больше? Плюсов-минусов для человека и для архитектора тоже. Алексей Александрович, вступайте. А, кстати, какие же мы счастливые. Как остальные люди не стали архитекторами? Нет, подождите. Это такое удовольствие. Вот я, когда мы сообщали несколько лет назад, была презентация этого проекта в городадминистрации, заголовки, вот смотрите, появится дом в византийском стиле, либо второй, еще одна высотка в центре города. То есть диаметрально противоположная, да? Да, и все правда ведь, ну, так просто. Да, очень хорошо. Ну, высотки сложные, конечно, назвать. Сколько этажей? Там, по-моему, в холке 17 получается. Ну, для Северова нормально. Да, может быть. Это тот случай, когда это не страшно. Расскажу, это очень... Я задумывался, у меня там два рядышком вот этих проекта, одна на Володарску, условное название Крин, и вот эта Роза-Алексембург. И они по архитектуре разные, идеология общая. И я подумал, почему? Почему там я сделал вещь чуть более современную, а здесь я ухожу в такое, то, что у нас называется неоклассика, такое посвящение Желтовскому продолжению. Какой византийский? Там кто-то еще сказал. Манхэттен? Лушковский какой-то. Да нет, конечно, конечно нет. Это история советского... Ну, нет, не арт-декой, его не сложно назвать. Да, это скорее не у классика, возвращение к истокам. А вот правильно я понимаю, вы стиль сами выбрали, да? Не застройщик вам определил внешний облик? Да, стилистику. Здесь очень любопытно. Вообще любая работа с заказчиком, это, конечно, диалог. Ну, это своя, конечно, специфическая тема взаимодействия архитекторов и застройщиков. Да, потрясающе. Как вы, ребят, держитесь до сих пор? Молодые ребята, абсолютно не зацикленные на деньгах, а зацикленные на том, чтобы что-то сделать. Поэтому мы и держимся друг к дружке. Действительно так. Так, и на Володарского там по объему могла стоять только свечка, только башня. И башня, она может стать акцентом, но пространство формирует или не формирует, или формирует с трудом. Из-за своего объема. И поэтому она должна была более-менее соответствовать окружению, какое бы оно ни было. Окружение там достаточно убогое, обычное, советское, маловыразительное. Вот. А с Розой Люксембург была чуть-чуть иначе история. Мы там имели двухподъездный корпус, достаточно длинный. И вот этот фронт, это пластина, это не свечка, это скорее пластина. Вот пластина уже может формировать среду. И дальше встает вопрос, какого типа среды, среду, какую среду ты хочешь сформировать для вот этого куска города. Там у меня есть теория имманентности. Это когда здание, естественно, существует в среде, и ощущение такое, что без этого здания среда уже существовать не могла. Как будто оно здесь всегда и находилось. Как будто оно здесь и было. Вот, может быть, это внутреннее, что мы в центре, что история неоклассики характерна для всех советских городов. И примеров не так много. И сыграть такую игру с прошлым, как будто бы это было сейчас, может быть, отреставрированный, отремонтированный дом, вот это показалось интересным. Потом, когда у меня стоит выбор, какую среду формировать, опять эти проемчики, окошечки, вот все в разбежечку, и это то, что мы сегодня называем современной архитектурой, или попытаться создать такую притягательную историю чуть-чуть другую, где глаз бы останавливался. Это да. А про византийские ошиблись, хотя, может быть, и не ошиблись. Где-то под спудом этот человек, который сказал, угадал. Там скорее с венецианской было, как и все в 30-е годы заигрывания. Это когда мы сделали мозаичный фрагмент фасада вверху. Так ввели в наш достаточно технологичный подход к карнизам, к окнам и так далее чуть-чуть ремесла. Вот это внедрение ремесла, мне кажется, оно заставляет глаз остановиться. А касательно среды, вот то, что пришлось работать с тем, что там уже есть, там ведь настроено и существует. Ну так всю жизнь живет. С этим мы и живем, с этим мы и работаем. В этих условиях и приходится работать. Дмитрий, что-то добавить хотите? Да нет, тут нечего добавить. То есть, по большому счету, мы можем дальше продолжать обсуждать этот проект. Он будет, то есть, этот проект уже анонсирован. Значит, и как раз сегодня, наверное, стартовало самое громкое пока на данный момент заявление об этом проекте. При этом среди нишевой аудитории. Это среди, то есть сейчас вот у нас идет сфера дизайна, и как раз мы анонсировали этот проект для участников этого фестиваля, потому что, скорее всего, это будет как раз то жилье, где будут использованы индивидуальные решения по дизайну для вот этих будущих квартир. А можно цифры для примера, простите? Сколько там планируется апартаментов? 125 квартир. 125. 125 квартир. Я могу ошибаться, пусть меня коллеги сильно не ругают. 125 квартир. При этом есть квартиры, вот если возвращаться к вопросу о сегментах ценовых, то там будут представлены сразу же три ценовых сегмента. То есть это будет жилье, там класс, наверное, комфорт плюс, значит, бизнес, и там будут уникальные форматы, то есть так называемые хай-флеты, квартиры с высокими потолками, и, ну, я уверен, что там будет самый лучший в Кирове пентхаус. Он и большой по площади, уникальная квартира, у которой будет просто лифт прямо в квартиру, значит, с большой террасой, с великолепным видом на тихий центр, на исторический центр города. Вот, и в этом доме могут найти себе новый дом или мечту о новом доме воплотить люди с совершенно разными возможностями финансовыми. А сроки мы можем сейчас обозначить? Сроки. Можем раскрыть? Да, конечно. А я тоже знаю, 23-й год. Да, 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 проект, да, значит, есть. 23-й, 23-й год. Проектная декларация уже опубликована на сайте Дом.РФ, можно ознакомиться с этим проектом, значит, вот, то есть все детали уже, видите, то есть вы уже осведомлены обо все, как и многие люди, которые интересуются подобными домофарватом жилья, вот, уже знают об этом проекте. Вот смотрите, новый формат жилья, и вообще мы с вами сегодня говорим про хорошее жилье, про среду, про виды, про площади, собственный лифт, окей. А как же технологии начинки моего дома, обои которыми, или не обои, краски, которые там будут применяться, я хочу нормальные окна, чтобы у меня дома не было плесени, чтобы у меня топили нормально так, чтобы это не был перетоп. Чтобы мне, да, чтобы мне, да, и чтобы если соседи затопят, то это, как бы, я этого не заметила. Чтобы и топили, и не топили. Пусть они там плавают, а я не. Да-да-да, чтобы на 17 этаж мне вода нормально поступала в круглые сутки. Вот это сейчас вообще относится к вопросам среды и people-friendly города. Несомненно, как они, конечно же, и все эти нюансы. Вот вы сейчас перечисляли, очень много проблем, с которыми сталкиваются люди, которые приобретают жилье, проживают в, ну, может быть, недостаточно качественных, продуманных проектах. Вот, и одна из главных задач, и поэтому мы привлекаем... На что хватило, там и живем. Ну, на что хватило. Ну, наверное, знаете, просто мы очень часто сталкиваемся с такими моментами, которые можно было бы решить на этапе проектирования, на этапе, ну, такой вдумчивой разработки. И все те, ну, ошибки, которые допускаются в процессе, вот о которых рассказал Алексей Александрович, то есть вот эти все нюансы, это плод творчества, и вот, собственно, как вы творцы, наверное, таковы и творения. А если говорить о технологической составляющей, то, несомненно, вот каждая версия, будем на конкретном примере, там, каждая версия город за городом Метроград, значит, каждая новая очередь, в ней были учтены ошибки какие-то, значит, по обратной связи от жильцов, по нашему анализу, для того, чтобы сделать, ну, следующую версию, как версия, там, 2.0, версия 3.0, версия 4.0. И сейчас для новых проектов мы уже в базе интегрируем систему «Умный дом», значит, опциональная система «Умная квартира», то есть мы разделяем, да, вот наш сервис «Мажор дом цифровой дворецкий», который позволяет как раз идти в ногу со временем, и то, о чем мы как раз говорили, отопление и что бы не топило, то есть это сервис, который объединяет себе и контроль за какими-то аварийными ситуациями, это контроль протечки, значит, или за инженерными системами, то есть позволяет управлять с помощью мобильного телефона отоплением, освещением, задавать какие-то сценарии в соответствии со своим сценарием жизни, то есть адаптировать, да, чтобы в квартире, там, отопление немножечко, там, переворачивать краник на отопление, для того, чтобы отопление и все ресурсы, это же денежки, вот, который вытекает из нашего кармана, соответственно, мы даем нашим жителям возможность управлять этим, то есть настроить сценарий отопления, чтобы когда меня не было дома, там была минимальная допустимая температура, а к тому времени, как я обычно возвращаюсь домой, там-то температура уже автоматически там поднималась, то же самое, значит, и там уже... Играла приятная музыка, была набрана в ванной, это все элементы умного дома, чашечка кофе, да. Ну, я не шучу, ну, даже вот как-то вот при таком красивом облике как-то про деньги уже не хочется спрашивать, но все-таки я себя пересилю, хотя бы ориентировочная цена там уже, как она, или рано еще пока об этом говорить. Вот как жилье бизнес-класса заявлено... Стоимость квадратного метра. Смотрите, ну, стоимости, то есть мы еще не выпустили ни одну квартиру в продажу, мы еще не выпустили. Ну, некая, примерная, наверняка есть. Можно ориентироваться, мы же видим, что сейчас последние квартиры там на Володарского, да, они там больше 60 тысяч за квадратный метр, вот. Значит, и, соответственно, в новом проекте жилье, которое будет еще более интересной, то есть там будут учтены какие-то нюансы или улучшения, вот, соответственно, он точно не будет стоить дешевле. И здесь включается просто невидимая рука рынка, которая и сколько будет стоить жилье, нам скажет рынок. Я понимаю, это очень сложно прогнозировать, да. Да, и мы видим, что, например, в центре сейчас, в центре Кирова, мы, когда говорим о деньгах, должны говорить о конкретных объектах. В центре Кирова сейчас есть объекты, ну, условно, там, бизнес-класса, которые, например, очень долго там не реализуются, не продаются, и их цены, там, 70 плюс за квадратный метр, вот, соответственно... Это дорого? Это не дорого, это дешево, конечно, конечно же дешево, смотря для кого, смотря цена для кого, это вот дорого-дешево, это мы просто видим, что эти квартиры, ну, например, они почему-то, например, там, 70 плюс, 80 плюс есть, да, вот, их скорость продаж очень низкая. Одна в три года. Да, одна в три года, вы знаете, о ком, значит, объекте идет речь. И, собственно, поэтому невидимая вот эта рока рынка, она отмерит, сколько девелопер может вложить атрибутов в это жилье, и насколько будет достаточен спрос на это жилье, чтобы вот эти 125 квартир были на достаточном уровне качественные, и этот проект должен успешным, люди, которые там жить, они должны быть довольны, это должен быть дом, который на десятилетия вперед предвосхитит их ожидания, и когда мы говорим, в принципе, о ценовой категории, да, или о наших проектах, далеко не секрет, мы видим, что наши проекты, в отличие от соседних проектов, да, которые вообще же в другой ценовой категории или по качеству, они отличаются, ну, там, плюс 10%, например. Но качество, там, человейников или же, там, другого более качественного формата... Мне кажется, это оксимарон качества человейников. Да, да, качество чего-человейников, да. То есть, и когда речь идет, там, о каких-то процентах, просто вот, я думаю, что здесь, ну, вопрос стоит больше даже не в ценовой категории, а, возможно, в развитии каких-то других инструментов, например, инструментов оплаты. Например, сейчас у нас действует программа господдержки, то есть, ипотека с господдержкой, да. И люди, которые покупают квартиры в городах нашего присутствия бизнес-класса, они, там, примерно 50 на 50 продаются с использованием кредитных средств, там, остальные 50% это наличные или рассрочка. То есть, полностью средства клиента. Да, да, полностью средства клиента. Ну, на проектах Comfort, Comfort Plus очень широко используется как раз ипотека с господдержкой. И сейчас этот, ну, новый инструмент, он позволяет даже с невысоким уровнем дохода, то есть, ну, скажем так, с тем уровнем дохода, который, в принципе, позволяет ипотеку, да, значит, брать, уже присмотреть себе жилье более высокого уровня. То есть, появился новый инструмент, он дешевле, он доступнее, он позволяет людям покупать жилье качественнее. Вот, единственный момент, такого жилья немного. Вот, здесь уже там уже другой механизм работает. Я сейчас подумала, что Киров сохраняет какую-то вот демократичность в противовес Москве, посреди которой появляются кварталы богатых, где никто не живет, поэтому там пустота. То есть, получается, мы получаем, да, получаем, у нас примерно в центре города будет разного сегмента жилье по соседству с тоже какими-то там уже более старыми кварталами. Я не знаю, я вот за то, чтобы все были перемешаны, чтобы не было там каких-то гетто, про которые мы слышим. Куда не хочется заглядывать. Да-да-да, что там, я не знаю, что у нас Фелико преображается. Нет, ну вот гетто, это и значит, что когда, например, есть ведь богатое гетто, и это и есть центр Москвы, когда сосредотачиваются богатое в одном месте, это и есть гетто. А для них есть остальной город гетто. Это не значит, что в одном месте сосредоточены бедные, и там все плохо, и все ходят в рванье. Это значит, что люди одного сегмента сосредоточились. Как раз все правильно мысли, что нужно распределять разные социальные группы в одном месте. Это город 21 века. Вот, кстати, давайте про город 21 века. И тебе тоже предложу. Я все на время смотрю. Да, но у нас есть еще минут восемь. Восемь минут. Топ. Три главных, наверное, для вас характеристик город 21 века. То есть это может быть о среде, это может быть об отоплении в вашем доме, о том, как вы часто меняете место проживания вообще, если есть такая необходимость. Вот три самые важные черты. Первое, что пришло в голову. Может быть, это то, чего вам в данный момент сейчас не хватает, болит поэтому. Давайте от меня по часовой стрелке, Роман. Городские проекты. Кому никак не вам говорить. Я хотел... В предыдущую минуту я хотел еще поговорить про чиновников, но раз уж будем говорить про... Ну, это все-таки, наверное, тема для отдельной беседы, да. Окей. Ну, я хотел поговорить тихонечко про KPI чиновников, но окей, будем говорить про топ-3, что должно быть в городе. KPI чиновников здесь тоже может быть. Нет. Ну, вообще, чтобы чиновники старались планировать квадратные метры, и количество запланированных квадратных метров соответствовало количеству возможностей застройщиков, которые могут строить качественное жилье. Чтобы не появлялось ужасного жилья, которое выдают нуждающимся вот эти вот странные панельки. Это меня просто убивает на фоне того, какое жилье строится архитекторами, логично планируется, и то жилье, которое выдают тем, кто как бы заслужил благодаря неким субсидиям и программам. Вот. Это от государства, поэтому уж... Ну, от государства какие-то... Терпите. Да. Окей, подачки на тарелочках удручают. Такое у меня заявление есть. Ну, а город, баланс зеленых территорий, баланс территорий для прогулок, баланс различных, я знаю, грубо скажу, наверное, видов людей, которые проживают в этом городе и взаимодействуют внутри. Как-то это все вот... Например, в городе Кирова есть огромная проблема, и у нас не уважают молодежь студентов. У нас нет ни велотранспортной инфраструктуры, ни возможности людям без автомобиля удобно передвигаться по улицам. У нас либо ходи от остановки до остановки, либо езди на автомобиле. На микромобильном транспорте двигаться невозможно. Вот город должен быть дружелюбен ко всем возможностям. Высказался? Наверное, хватит. Алексей. Зато у нас есть квартиры, где собственный лифт, как сказал Дмитрий. Топ-3 ваших требований для города 21-го. Ну, тут, наверное, с точки зрения тоже городского жителя. Вы в городе живете тоже, да? Да. В мегаполисе. И родился, и в каком-то поколении. Ближе, пожалуйста, еще. Нет, наверное, я не буду модным и не буду говорить о тенденциях будущего. И, наверное, при том, что при этом, как ни странно, оказывается, что мы как раз это будущее делали. Я своего девушку в Америке спросил, говорю, Арам, как ты относишься к сексуальной революции в Калифорнии в 60-х годах? Он задумался, говорит, так мы ее и делали. Так вот, в этой ситуации я скажу, да, так, в общем-то, мы отчасти вот это и делаем по мере наших сил и возможностей. Но при этом у меня идеал, конечно, оставшиеся осколки, покровки, там куски моей сретенки, те куски, которые у вас еще остались, один из немногих русских городов, где сохранилась, собственно, физиономия и свои домики, и свой рельеф и так далее. И если удастся это сохранить и на этой основе развиваться, то у вас есть будущее. Если мы уйдем в те или другие новации, которые сотрут остатки нашей индивидуальности, то, по крайней мере, такое будущее мне не очень нравится. Вот, а для вас, если уж заключающая история, скажу, что отличает, конечно, русскую провинцию от Москвы, которой вы кинули мячик, то, что в Москве существует закон «Жири, что дают». Там существует абсолютнейшая спайка администрации застройщиками, и мы вынуждены брать то, что нам предлагают. То есть в четких условиях, рамках работать. Идет действительно борьба. И уж если говорить, застройщики, инвесторы в России вне столиц в большей степени зависят от конкретного человека. То есть, возвращаясь к тому, Роман, с чего вы начали, здесь как хотят или не хотят это сделать, здесь мы вынуждены слушать и учитывать вкусы. Вот, а вообще я скажу, что, так уж, последний лозунг. Конечно, надо возвращать городу название «Вятка», конечно. Поддержу. Да и тогда, и тогда все станет на свои места. Вы увидите, как удивительным образом это связано. Дмитрий? Да, да. Поэтому я сразу говорю, Кира «Вятка». Значит, итак, о топ-3. Буду краток. Значит, первый, первый очень важный пункт — это скорость. И она же высокая степень готовности. То есть, высокая доля квартир с качественной часовой отделкой. Мне кажется, что будущее, которое завтра и сегодня, уже есть спрос на вот такую быструю смену сценария жизни. Я должен быстро купить квартиру, быстро въехать, значит, и, соответственно, проекты должны строиться быстро. И вот, ну, железно старается ускорять свои циклы строительства. И первый — скорость, то есть высокая степень готовности. Качественная, крутая отделка. То есть, дизайн, материалы — вот это первый момент. Две минуты у нас. Да, да, второй момент — это безопасность. Она всегда превыше всего. И всегда на этом будет акцент. То есть, безопасность — это и несколько уровней освещения, это и распределение потоков машин и людей. Значит, безопасные велосипедные дорожки. И даже среди велосипедеров и такого вот транспорта ножного, есть много разных там сценариев, то есть детки на электросамокатах не должны пересекаться с мамашами, с колясками. Вот, да? Безопасность. Вот. А третий, я уверен, я надеюсь, и мы с коллегами на этом работаем, это эстетика. Города будущего с каждым годом должны становиться всё более и более эстетически совершенными и формировать наше восприятие прекрасного. Я успеваю? Сколько времени? Да, давай. Ну, я бы не стал что-то там разграничивать, да, топ. Мне хочется обратиться к неким концептуальным вещам. Ты знаешь, мне вот неинтересны, например, новости из разряда, сколько в городе высадят деревьев, да, полторы тысячи. Ну, это надо с чем-то сопоставить. Где-то что-то отремонтировать. Меня более, вот, концепция волнует, да, то есть мне хочется знать, откуда мы идём и куда мы идём. То есть как в целом вообще градостроительная политика будет строиться на десятилетия вперёд. Мне не хочется повторения ситуации, когда здания, которые сейчас по нашим меркам ещё являются современными, но спустя десятилетия они придут в негодность и опять мы будем разводить руками, а что с ними делать, а где взять деньги на то, чтобы их восстановить. Мне не хочется, чтобы эта ситуация повторялась. Мне хочется знать, что будет впереди. Какова концепция, к чему мы движемся. Развитие. То есть развитие, да. Должно быть. Меня в первую очередь это интересует. Когда мне покажут это, нарисуют мне эту картинку, грамотные, умные специалисты, люди, я буду счастлив. Мой топ-3 безопасность, красота, ну эстетика, да, и чистоту я ещё вспомнила, потому что, ну может быть, это в Кирове наболело. Чистота – залог здоровья, да? Вот, девочки, короткий топ-3 под занавес программы «Урбан». Благодарю наших гостей за участие. В программе «Урбан» у нас сегодня были архитектор Алексей Иванов, директор по маркетингу группы «Компании Железного» Дмитрий Павлов, руководитель отделения фонда «Городские проекты» в Кирове Роман Боков, Ольга Болезина, Владимир Сметанин. До скорого. Продолжение следует.